Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна и расскажу сегодня о гибискусе и миртовом дереве. Недавно совсем здесь были досажены миртовые деревья, достаточно большие, как можете наблюдать, уже взрослые. Миртовое дерево чем хорошо? Оно очень хорошо поддается стрижке. Выполнен такой интересный элемент, как ритм. То есть вы видите вдоль дорожки. Ритм для чего мы применяем в ландшафтном дизайне? Для того, чтобы показать направление, направление движения, более конкретизировать. Поэтому здесь решили не только использовать вот эту живую изгородь из гибискуса, но и дополнить вот эти акцентные точки, так чтобы получился как раз таки ритм из двух элементов. Гибискус и миртовое дерево. Они превосходно, прекрасно уживаются вместе. У гибискуса уже начинают появляться цветы. Здесь это будет дополнительно еще такой ковер из красно-бордовых цветов в живой изгороди. При посадке таких крупных же деревьев, в данном случае, вот как миртовое, обязательно нужно устанавливать какой-то фиксирующий элемент. Или это будет металлическая какая-то палка, либо как здесь деревянная, на подпорках, на распорках. Так, чтобы дерево, когда, до момента, когда оно прижилось, да, в момент, когда оно приживается, оно себя хорошо чувствовало. Потому что от ветра любое, даже мы находимся либо наверху, на горе, либо в низине, от ветра все равно любое дерево резонирует и даже может повредиться корневая система. Нужно продумать, обезопасить свое дерево заранее. Посмотрите, как вам такой ритм в данном исполнении на этом примере. Напишите в комментариях. А я желаю вам удачи и до новых встреч на канале Тати Гео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok